всем привет я рада что вы зашли на мой канал и сегодня я предлагаю сделать вот такой органайзер подвес для отрывного календаря настенного мне кажется это может служить хорошим подарком родителям я это сделала в подарок своим папе и маме думаю они обязательно будут пользоваться таким органайзером подвесом повесить его где-то на стенке в коридоре рядом с телефоном они любят вешать календарей следить какое сегодня число здесь могут хранить какие-то блокнотики листики для записи здесь у меня кармашек можно ручку какую-то положить карандашик чтобы было все под рукой кто-то позвонил быстро что-то записал на я думаю они придумают что-то хранить в этих кармашках давайте рассмотрим поближе вот он у меня так вот зафиксирован на палочке деревянной со шнурочком чтобы можно было повесить на стену и два кармашка один поменьше связала его виде бабушкиного квадрата и вот такой верхний кармашек длинный широкий но узенький широкий по ширине и узкий высоту я имею виду невысокий можно также разделить его прошить посередине будет два маленьких кармашка какие-то визиточки хранить но я думаю можно придумать что прятать в таких кармашках но и самое главное для чего задумался весь этот проект это конечно же отрывной календарь кто любит использовать таких календарей я думаю это будет очень хорошим таким нарядным уютным изделием подарком тем более сделан своими руками с душой я очень старалась когда дело такие кармашки давайте посмотрим с изнаночной стороны это основа жесткая она такая не эластичная и просто вот такие ушки загибаем прикрепляем календарик вязать его очень просто быстро используем толстый крючок и буквально за один вечер и такой органайзер подвес будет готов покупаем такой календарик также они стоят недорого и вот уже полноценный подарок я вязала из желтовой нитки ну конечно же можно связать и из шнура или из толстой какой-то пряжи акрила шерсти нужно желательно чтобы хорошо конечно держала форму если ниточка потоньше чтобы было погрубее можно и добавить какую-то жесткую нить использовать смесовую нить но это уже на усмотрение мастерицы у меня в наличии вот такая палочка была как раз дома хранилась не знаю уже не помню для чего я ее готовила и вот по размеру очень даже подходящий вариант видите какая она у меня такая кривенькая волной затем интереснее получилось и наряднее но если будет прямая такая дубинка и как ее назвать тоже будет очень красиво ведь она меня не шлифованная просто как-то кто-то ножом нее настругал я даже не знаю откуда она мне взялась не помню штурочек такой и джута ну вот так понадобится нитки крючок иголка для сшивания и пришивания карманчика ну и вот такая деревяшка можно и вниз также сделать деревянную палочку прикрепить можно украсить как-то пуговичками деревянными куда-то пришить бусинками сделать по нижнему краю бахрому но это кому как нравится уже у меня мама не очень любит такие вот излишества я бахрому не стала чтобы было как-то поскромнее можно какие-то вот кожаные веревочки шнурочки вот сюда продеть бусинки деревянные украшаем уже на свое усмотрение и так вязать сегодня я буду из вот такого джутового шпагата двух ниточного крючок буду использовать 4 миллиметра вижу из середины моточка всегда чтобы было меньше мусора мы знаем что джут сыпется и так делаем начальную петлю и набираем цепочку нужной длины 1 2 3 4 5 давайте наберем самостоятельно и встретимся ну вот я набрала 33 воздушные петли длина цепочки у меня получилось 23 сантиметра вяжем первый ряд воздушная петля подъема и во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида и в каждую петлю провязываем по столбику без накида и у нас получится 33 столбика без накида вяжем самостоятельно и встречаемся провязали 33 столбика без накида последний столбик у нас приходится в начальную воздушную петлю первый ряд готов вяжем второй ряд воздушная петля подъема разворачиваем и начиная с первого столбика провязываем по столбику без накида в каждый столбик по одному столбику и у нас получится также 33 столбика без накида вяжем самостоятельно 33 столбика 32 и в последний столбик 33 второй ряд у нас готов вяжем третий ряд воздушная петля подъема разворачиваем и теперь провязываем столбики без накида за заднюю стеночку столбиков вот у нас каждый столбик состоит из двух долек сейчас будем провязывать за задние половинки и у нас также получится 33 столбика без накида за передние дольки мы потом будем крепить кармашек так вяжем до конца ряда за задние дольки это у нас лицевая сторона нашего подвеса давайте провяжем ряд самостоятельно и встретимся третий ряд у нас готов давайте еще раз измерим ширину наши полоски вот 23 сантиметра если вы хотите сделать пошире карманчик так у нас будет календарь и висеть а сбоку карманчик можно набирать и другое количество петель на это уже кому как больше нравится я вот такой узенький кармашек большой кармашек у меня будет наверху подвеса а здесь будет кармашек поуже так третий ряд готов вяжем четвертый ряд также как и второй ряд просто делаем воздушную петлю подъема и в каждый столбик уже за обе дольки провязываем 33 столбика без накида и так вяжем столбиками без накида в каждом ряду у нас должно быть одинаковое количество столбиков до нужной высоты я еще свяжу вверх начиная от этого ряда вот высота календарика 12 сантиметров но еще полтора-два сантиметра запас вот вяжем 14 сантиметров высоту полотно у нас будет сейчас давайте провяжем 14 сантиметров столбиками без накида и встретимся и так мы с вами провязали вот такой прямоугольник все ровненько аккуратненько ширина его у меня получилось пока вот сколько 16 сантиметров давайте примерим вот так у нас будет календарь и к сбоку и здесь пришьем квадратных кармашек может сделать по длине и покороче здесь уже на усмотрение так далее это у нас изнаночная сторона 1 воздушная петля подъема разворачиваем это лицевая сторона как я ее узнала вот у нас рубчик и свободных долек столбиков и теперь в каждый столбик также провязываем по столбику без накида за заднюю дольку оставляем свободными передние стеночки столбиков за них мы будем крепить карманчик верхний это не обязательно но просто мне так удобнее поэтому так вяжем самостоятельно также 33 столбика это все отпарим потом будет ровненько вот эти углы у нас не должны заворачиваться также 33 столбика будет в ряду и вяжем до нужной высоты и какой высоты и ширины мы хотим сделать верхний карманчик я примерно провяжу так ну может быть сантиметров еще 10 высоту вот такой будет узкий карманчик длинный можно его также будет разделить на два отсека но это уже по желанию для чего будете использовать что захотите складывать в такие кармашки все вяжем еще до нужной высоты и встречаемся ну вот я провязала прямоугольник основу нашего органайзера это рубчик лицевая сторона которому мы будем крепить карманчик верхний вот рубчик и свободных петель и после него и провязала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 рядов столбиками без накида за обе дольки только первый ряд за заднюю дольку вот скручивается но ничего страшного потом отпарим или просто положим под пресс на мокрое полотенце все расправится как давайте измерим размеры прямоугольника какой получился 26 сантиметров в длину и в ширину так надо парить правда скручивается не очень удобно работать так 24 сантиметра в ширину закончили провязывать изнаночный ряд и давайте не будем отрывать нитку а сразу сделаем подвес я нашла у себя вот такую корягу не знаю для чего я ее готовила своих закромах вот много всяких материалов природных она меня обструганная кривенькая такая но самый подходящий и размер посмотрите как прекрасно подходит вот как мне повезло наша вот такую палочку сейчас хочу провязать петлю сюда с одной стороны и с другой можно сделать на пуговички или сразу так делаем воздушную петлю подъема разворачиваем и за заднюю дольку провязываем 3 столбика один два три это ширина нашей петельки хотите пошире можно 4 столбика сделать за передние потом мы будем делать соединение 1 воздушная петля подъема разворачиваем и также провязываем 3 столбика без накида но теперь за обе половинки давайте за задние так и делать чтобы у нас было как резиночка за задние дольки также 3 столбика без накида провязали второй ряд воздушная петля разворачиваем и провязываем три столбика без накида за задние дольки воздушная петля подъема разворачиваем так вяжем до нужной длины чтобы у нас хватило чтобы надеть на палочку смотрим диаметр деревяшки и вяжем такой длиной чтобы обхвата хватило прикрепить палочки давайте провяжем эту петлю самостоятельно и встретимся ну вот я провязала 7 сантиметров почти примеряем длины достаточно так и теперь делаем соединение вот за свободные петли первый столбик соединили во второй столбик вставляем крючок и в столбик на петельки давайте теперь за переднюю дольку на петле соединили и в третью петлю на прямоугольники и на петле соединили вот такая петля у нас получилось подвес давайте еще раз по мере хорошо подходит вот надевается все и теперь по краю можно провязать столбики без накида можно соединительными столбиками провяжу соединительными просто доходим до второго уголочка и также вяжем здесь подвес три последние петли провязываем столбиками без накида за задние дольки столбиков давайте доделаем эту работу самостоятельно сделаем подвес и со второй стороны и встретимся ну вот и второй подвес готов я пока не буду соединять в кольцо оставлю кончик по длине и и потом уже в конце работы подвешу органайзер на палку но пока не буду потому что не смогу снять с этой деревяшки в работе она мне будет пока мешаться сначала сделаю карманчики а потом уже в конце работы прикрепим так отрезаем хвостик этого мне будет достаточно давайте сделаем сначала маленький карманчик а потом большой маленький я хочу сделать квадратный по принципу бабушкиного квадрата его будем вязать верхний кармашек будем прикреплять вот к этим свободным долькам и вязать вверх полотном и так давайте свяжем квадратик делаем начальную петлю и набираем цепочку из 6 воздушных 1 2 3 4 5 6 замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю соединительным столбиком и вяжем первый ряд как вязать бабушкин квадрат я думаю ни для кого не секрет уже это классика вязание крючком давайте начнем все равно разберем 3 воздушные петли подъема начальный столбик с накидом накид и сюда в кольцо провязываем еще два столбика с накидом и того три столбика с накидом далее две воздушные петли 12 накид и сюда в кольцо провязываем еще три столбика с накидом 1 2 3 столбики укладываем поплотнее чтобы они все поместились нам нужно провязать 12 столбиков в кольцо далее снова две воздушные петли арка 12 хвостик мы сразу обвязываем еще три столбика с накидом в это же кольцо формируем квадратик вот эти арочки из двух воздушных будут служить у нас уголками три столбика провязали две воздушные и последняя тройка три столбика с накидом и теперь вместо последней арки из двух воздушных накид провязываем с полу столбик с накидом вершину начального столбика так первый ряд у нас готов вяжем второй ряд 3 воздушные петли начальный столбик с накидом и сюда в эту арку провязываем еще два столбика с накидом и того три столбика накид пропускаем три столбика и в следующую арку давайте сделаем арочку из одной воздушной здесь пусть у нас будет промежуток три столбика в следующую арку провязываем 2 воздушные петли арка и еще три столбика с накидом сюда же в эту арку 1 воздушная накид в следующую арку также вяжем 6 столбиков с накидом посередине арка из двух воздушных это второй ряд бабушкиного квадрата первую тройку провязали для уголка также делаем две воздушные петли и еще три столбика с накидом сюда же в эту арку можно брать любую схему бабушкиного квадрата к 1 воздушная также вяжем следующий уголок 1 воздушная давайте дойдем до 1 арки встретимся и закончим ряд вместе и так подошли к первому уголочку или к последнему провязали три столбика с накидом в начальную арку и также вместо последней арки провязываем полустолбик с накидом вершину начального начального столбика с накидом формируем арочку второй ряд у нас готов по такому же принципу вяжем третий ряд 3 воздушные петли начальный столбик и в эту же арку делаем еще соломку вот эту убираем попадается вот в джуте вот такие травки еще два столбика сюда же в эту арку это вот три столбика начальных 1 воздушная петля и теперь следующую арку из одной воздушной петли провязываем тройку столбиков с накидом это третий ряд у нас 1 воздушная также в уголок вяжем 6 столбиков с накидом посередине арка из двух воздушных по уголкам и провязываем арки из двух воздушных а между тройками по сторонам арочки из одной воздушной петли нам с вами много раз уже вязали бабушкин квадрат поэтому я думаю что уже не нужно объяснять более подробно так вяжем квадратик нужного размера можно померить у нас по месту все давайте прикинем сколько нам рядов примерно потребуется да нам было парить мне так вот такой шириной у нас календарик здесь немножечко оставляем пространство и вот такого размера квадратик это у меня получится 45 рядов всего квадратик быстренько сейчас его провяжу ну вот я провязала 4 ряда 1 2 3 4 размер такого квадратика у меня пока получается 11 сантиметров давайте примерим как они тут располагаются уже все по месту ориентируемся если я буду вязать еще один ряд столбиками с накидом то мне будет великоват карманчик поэтому я сделаю еще один ряд обвязки карманчика столбиками без накида воздушная петля подъема в каждую угловую арочку будем провязывать по три столбика без накида и в каждый столбик по столбику без накида и в каждую арку по столбику без накида по одному давайте будем для красоты провязывайте за задние дольки чтобы у нас впереди был такой ровненький красивый рубчик так первый столбик это все дело тут конечно не так принципиально как кому больше нравится следующий столбик за заднюю дольку 2 3 теперь воздушную петлю это у нас арочка также за заднюю половинку следующие три столбика по столбику так в каждую петлю вяжем аккуратненько здесь можно сделать при бабочку на угловых арках но можно также по два столбика смотрим чтобы уголочки просто были не стянуты и даже если немножечко ним стянутся то карманчик будет объемный так все продолжаем вязать так и наверно верхний край карманчика я сделаю обвяжу врачим шагом чтобы он был более жесткий не провисал и не так сильно оттягивался все давайте провяжем этот ряд арочий шаг вместе провяжем одну сторону да хорошо что мы провязываем за заднюю дольку у нас на вид получается как печенька такая нарядная красивая аппетитная но вот я закончила вязать пятый ряд столбиками без накида и хочу верхний край обвязать рачьим шагом делаем воздушную петлю подъема и теперь пятимся назад вставляем крючок в первый столбик вытянули нитку протянули через две петли в следующий столбик идем теперь слева направо вытянули следующий край получится такой жесткий упругий кромочка такая у нас будет вот такой жгутик вяжем так до конца ряда я по уголкам делаю при бабочки у меня в каждую арку по три столбика мы делали по две воздушные арки в один столбик провязывала один столбик без накида во второй по два столбика так все обвязываем ниточку можно не отрезать этим хвостиком мы будем пришивать карманчик к основе сейчас также его отпарю все карманчик готов хвостик оставляю по длине и чтобы хватило его пришить так все закрепочку сделали такой карманчик с этой стороны будет у меня сам календарик висеть вот так давайте еще раз померяем покажу как это смотрится вот к этому шовчику пришью по бокам как получится аккуратненько тут столбик за столбиком не спехом так все как раз на высоту календарика получился карманчик все отлично вот до этого рубчика от рубчика и чуть пониже второго яруса так все карманчик пока мы откладываем сейчас хочу сделать верхний и так делаем начальную петлю так давайте у нас 33 петли прикрепим ко второму столбику 1 пропустим пусть у нас будет как кромка мы потом может быть еще по краю посмотрим как будет держать форму еще обвяжем по всему периметру мрачьим шагом посмотрим еще это так этот хвостик сейчас тоже я сразу хочу обвязать сюда назад его закину столбик без накида сразу хвостик буду сейчас обвязывать давайте в следующий сделаем два столбика прибавочка у нас тут будет чтобы у нас был карман не совсем уж плоский а имела форму и объем чтобы можно было в него что-то положить так и в следующие сколько тут столбиков и набирали по одному столбику здесь настолько при бабочка и в следующем ряду также сделаем одну при бабочку а дальше будем вязать уже без прибавок следующие ряды и вот за свободные дольки вяжем первый ряд верхнего карманчика все аккуратненько видите хвостика не видно у нас сразу его обвязываем чтобы потом не тратить время ничего не прятать все хвостик у нас уже закреплен все продолжаем вязать такими столбиками нижний карманчик у меня прозрачная поэтому наверное это сделаю такой глухой и свяжу его сейчас подумаю еще сейчас дойду до этого края и так подходим к концу ряда у нас осталось три столбика как мы оставляли в начале ряда также мы здесь и оставим один столбик свободным 3 провязываем вот от этого края два столбика при бабочка у нас и 2 от края последний столбик один столбик так и того у нас получилось также 33 столбика без накида 1 воздушная петля подъема разворачиваем так вот хвостик который торчит можно его уже отрезать все что у нас пока получается и в каждый столбик давайте теперь про вяжем за передние дольки первый столбик второй а в третий сделаем при бабочку два столбика далее по одному и симметрично этому ряду также последние два вяжем по одному а в третье от края делаем при бабочку нас получится 35 столбиков ширину все вяжем самостоятельно за передние дольки здесь у нас останутся на лицевой стороне свободная косичка вот из долек провязали второй ряд карманчика не забываем что мы здесь также сделали при бабочку 35 столбиков вяжем третий ряд все-таки решила сделать сеточка небольшой чтобы были такие окошки проглядывать что там лежит в карманчике и так три воздушные петли подъема начальный столбик с накидом разворачиваем воздушная петля еще арка накид пропускаем столбик и в следующий давайте за обе дольки провяжем столбик с накидом 1 воздушная накид пропускаем столбик с накидом 1 воздушная пропускаем в следующий столбик с накидом так такие окошки так вяжем до конца ряда у нас было 35 столбиков значит будет так 18 столбиков с накидом и между ними арочки и за одной воздушной петли вяжем самостоятельно и встречаемся ну вот провязала третий ряд карманчика верхнего вот пока что у нас получается следующий ряд хочу провязать столбиками без накида и буду вязать воздушная петля подъема разворачиваем за переднюю дольку и также получится 35 столбиков без накида довязываем четвертый ряд и следующий ряд также вяжем столбиками с накидом и между ними арочки из одной воздушной петли так вяжем на нужную ширину и верхний край карманчика также можно обвязать так рачьим шагом последний ряд у нас будет столбик без накидов и последний врачий шаг чтобы кромка карманчиков у нас было одинаково чтобы у нас был как ансамбль из карманчиков все доделываем самостоятельно можно потом сделать вот такой шов посередине разделить этот длинный карман на два маленьких можно оставить один широкий кому как больше нравится и что вы планируете туда складывать хранить ну все наша работа почти завершена я пришила карманчик маленький снизу его немножечко приз посадила чтобы он так присборило чтобы он был объемным если мы будем делать наши карманы плоскими то все изделие будет сжиматься когда мы туда будем что-то засовывать на хранение в карманчике и будет уже вот эта основа неровная а кривенькая косенькая так пришила маленький карманчик сделала боковые швы на длинном верхнем кармане не стала делать здесь перепонку хочу чтобы было длинный карман чтобы можно было туда положить и фломастер какие-то ручки для записи ну придумаем что туда таблетки может быть родители мои будут туда складывать какие-то чтобы всегда были быстренько под рукой так далее сделала вот здесь закрепочку петлю зафиксировала кстати палка хорошо вынимается вытаскивается и не знаешь чего решила что ее нельзя будет достать я наверно представил что нужно вот так и снимать но можно же и вытащить с одной стороны вот так и ну ладно бывает иногда что вот не соображает голова и сделала вот такой подвес скрутила из джута шнурочек и прикрепила с двух сторон привязала так и сейчас осталось у нас самое интересное и важное ради чего мы затевали всю эту нашу работу нужно прикрепить календарик вот сюда я специальные ушки отгибаем это самый приятный процесс и вставляем блага у нас клеточки наши позволяют ставим в дырочки сейчас сейчас мне нужно это сделать аккуратненько не буду под камерой сейчас сейчас вымерю все ровненько чтобы было и покажу уже готовый результат вот одно ушко вставила и сейчас чтобы на этом же уровне вот второе ушко прошло все загибая можно какую-то картон очку здесь еще положить но сама поверхность жесткая вроде бы хорошо держит форму так и никуда не денется можно пользоваться календариком спас свободно вот так он будет висеть на стене все наша работа завершена и вот такой изумительный подарок у нас с вами получился если вам понравилось это видео ставьте большой пальчик вверх не забывайте подписываться на мой канал движете с удовольствием 7 ровных петелек и до новых встреч